Почти девять с половиной недель. Именно столько прожили вместе два непризнанных при жизни гения – Винсент Ван Гог и Поль Гогин. Все эти дни они работали без отдыха, обмениваясь полотнами и идеями, при этом с трудом перенося друг друга. Это время оставило настолько глубокий след в творчестве и жизни двух художников, что его называют роковой встречей. Все начиналось как идиллия полной надежд и творческих восторгов, а обернулась кровавой драмой. В момент помутнения рассудка Ван Гог отрезал себе ухо. Это официальная версия. По другой версии это сделал Поль Гогин во время ссоры с Ван Гогом и за женщинами. Но в любом случае, как бы то ни было, именно после этого Поль Гогин решил окончательно – с Ван Гогом он жить больше не в состоянии. После этого Гогин отправился на Таити, а Ван Гог спустя два года застрелился. Буквально за несколько часов до самоубийства он закончил картину «Вороны и поле». Работы обоих художников можно увидеть в Самарском художественном музее. Это не оригиналы, а литографии и ксилографии, выполненные в Америке в середине 20 века. Но задача этой выставки – не явить сами вещи, которые, естественно, находятся в других местах, а показать квинтэссенцию творчества Ван Гога с его сложным миром. В том зале работы Боли Магена. Талант обоих художников проявился не только в живописи. Ван Гог оставил после себя большое эпистолярное наследие. Особенно цены его письма к брату Тео. Интерес представляют мемуары Гогена и его исследовательский труд о таитянской культуре и мифах. Все работы на выставке сопровождаются текстами только от первого лица. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События.